Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Меня всегда занимало три вопроса. Откуда берется пыль, куда деваются деньги и что курят производители электроинструмента, когда делают патрубки для пыльудаления в своем электроинструменте. Взяв несколько моделей инструмента от одного и того же производителя, мы найдем несколько конфигураций патрубков. В лучшем случае они будут круглые, но разных диаметров. Тем, кто не верит, возьмите лобзики бошевские синие, 135 и 150 и померяйте диаметры патрубков. Мне кажется, что инженеры фирм-производители инструмента о чем-то все-таки догадываются, потому что в каталогах разных производителей можно встретить переходники на стандартные диаметры. Но и стоят они немало, ну и не возят их сюда, потому что и стоит немало, и глупо это все возить за такие деньги, за 3-9 земель. Есть, в общем-то, несколько универсальных решений, но, как и все универсальные решения, они не очень хороши. Одно из таких, это вот такой вот набор для пылеудаления Керхеровский. Значит, он состоит из вот такого вот переходничка на несколько диаметров. Сюда нормально влезает Бошевский на 35 кончик шланга. В комплекте идет еще шланг прямой, по-моему, в метр. Но шланг ерунда полная. Кстати, интересно название на русском языке, как оно проходит. То есть, вот вы видите картинку, да? Значит, здесь шлифмашинка, к ней подключен. Значит, этот шланг. Вот, значит, вторая картинка. Значит, что мы видим на русском? Как это написано? Для чего это нам надо? Так, вот. Русский язык. Набор для чистки салона автомобиля. Вот вы поняли, да? Вот сейчас вот как раз происходит процесс чистки салона автомобиля. Главное не перепутать. Ну и хотя вот это вот решение еще более-менее. По цене это стоит где-то, кстати, долларов 12-15, по-моему. Но решил я изготовить форму на токарном станочке, чтобы под свой шланг пылесоса у меня газ 25-й, бошевский, делать из вот таких вот труб при помощи фена нормальные патрубки. А дальше уже что-то мудрить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закрепил я выточенный переходничок на два шурупа. Ну что, начинаю греть вот такую вот заготовочку из 32 трубы. Стенка 1.8 в сантехнике продается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, теперь даем остыть этому патрубку. Ну а потом снимем... Ну вот, патрубок уже остыл. Если появились заусенцы, можно наждаточкой убрать. Проверяем... Проверяем. Плотно входит... Хорошо. Вот так вот переходничок смотрится у меня на торцовке. Что хочется сказать в конце. Что хочется сказать в конце. В общем-то, для вот такого переходничка токарный станок не обязателен. Можно просто просверлить брусок насквозь. Допустим, сверлом шестеркой вставить длинный болт, поджать гаечкой всю эту конструкцию в патрон дрели и наждачную бумагу. И можно будет получить такой же переходничок. Единственное, что займет, это времени немножко больше, чем на токарном станке. Все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик был вам полезен. До свидания.